Я с 2019 года являюсь участником Международного общественного движения «АЛЛАТРА». И еще с тех пор были уже, в принципе, гонения на участников и начали данное движение кремить таким словом, как «секта». Хотя юридического никакого, скажем, значения оно не имеет, то есть оно не подкреплено знакомо. Такого термина юридически не существует. И, в принципе, деятельность в целом участников не ограничивали. Но уже тогда много публиковали негативных статей, которые, в принципе, не обоснованы и не имеют никакой доказательной базы. Но в целом, конечно, участникам движения «АЛЛАТРА» это не мешало действовать. И участники движения, они проводили много исследовательской деятельности, много фактов различных находили в том числе, даже не в том числе, а в первую очередь о изменениях климата и угрозе, которые эти изменения несут и насколько это критично. Было проведено, обработано много статистической информации, найдено много статей, систематизировано исследований. И основное, чем занимались участники движения «АЛЛАТРА», они пытались донести до людей и продолжают это делать, всю серьезность изменения климата и как, собственно, решить эту проблему. И пытаются, и пытались, и пытаются объединить научный мир для того, чтобы решить данную проблему. В том числе проводилась различная, скажем, деятельность по разоблачению деструкторов этого мира, из-за которых мы сейчас, собственно, имеем все эти проблемы на международном уровне, которые мы наблюдаем, связанные с войнами, с гонениями на определенных лиц. И, скажем, если кто-то знает историю Суэйка, с теми жесточайшими преступлениями, которые происходили в Китае против участников движения Хлунгун, Фандафа и так далее, тех же свидетелей Говы. Ну, в общем, много говорить не буду, можно посмотреть документальный фильм «Воздействие», в котором все очень подробно рассказывается. Но, в целом, почему я записываю это видео, что такого случилось? В России на государственном уровне международное общество и движение «АллатРа» признали нежелательным. Причем это произошло с фальсификацией фактов, провели незаконный суд в городе Плас, ну и пошло-пошло это дальше. Этот прецедент, собственно, взяли как основание. Хотя, честно говоря, если разобраться в этом деле, во-первых, это были необоснованные, во-первых, это были необоснованные, скажем, обвинения, нагло фальсифицированные. Плюс было множество процессуальных нарушений. Но, в целом, казалось бы, ничего такого страшного, но после того, как признали деятельность движения «АллатРа» незаконной, начались гонения на участников. Многие люди должны были просто выехать с этой страны, покинуть свое привычное место жизни, свою работу, родных, близких. Потому что, ну, просто им угрожала опасность за то, что они говорили правду. После этого такие же проблемы начались с участниками в Европе. В Словакии против некоторых этих деструкторов и репортеров, точнее, даже, скажем так правильно, репортеров, которые пособничали антикультистам или деструкторам, неважно, как их назвать, было возбуждено дело, оно в первое, можно сказать, в Словакии, в суде такое дело проводилось. Но против, собственно, основания это было геноцид против человечества. Те статьи, которые выпускались, это самый натуральный геноцид против человечества. Но в конечном итоге начали проводить деструкторы давления на прокурора, который занимался этим делом, угрожать ему и его семье, для того, чтобы просто это, скажем, дело закрыли, суд этот прекратили. Что, собственно, и произошло. Теперь, если же это пойдет так и дальше, попросту начнутся гонения на участников в той же Суевропе, потому что там точно так же деятельность признают нежательной, как в России. Но что самое интересное, мотивирует это тем, что якобы движение «АЛЛАТРА» является парароссийским, хотя в то же время ссылаются на суд в городе Пласта те, где ее признали нежелательной. То есть, ну, абсурд полный. То есть, организация, которая в России нежелательная, говорят, что она парароссийская, и этот суд берут как доказательство против «АЛЛАТРА». Ну, в общем, полный бред. И если вы видите сейчас это видео, попросту нужно дать этому делу огласку. Нужно рассказать о том, что, собственно, происходит в мире. И если мы промолчим, то участники движения смогут делать то, что они делают. Они просто замолчат, и никто не будет заниматься проблемой климата настолько глобально. И кончится это все печально. И если вы смотрите это видео, посмотрите фильм «Воздействие». Разберитесь. Если вы проходите мимо, тогда вы будете способствовать распространению нацизма деструкторами среди людей. И в конечном итоге вы же от этого пострадаете. Так что принимать решение вам, за кого вы и что вы поддерживаете. Продолжение следует...